Дорогие участники конференции, уважаемые гости, организаторы, сегодня мы проводим юбилейную 10-ю конференцию, и мы очень ценим тот факт, что эта конференция длительное время успешно проходит в стенах военных. На эту конференцию мы традиционно приглашаем молодых аспирантов, ученых, молодых ученых, магистров, студентов из разных городов, из разных ведущих аэрокосмических и технических университетов России. Сюда съезжаются работники промышленности. Конференция всегда многочислена, сегодня более 500 участников, и мы рады, что то дело, которое когда-то зародилось в ВМЕЗе, а ВМЕЗ был первый вуз Советского Союза, где была открыта подготовка инженерных кадров в области ракетостроения и космонавтики. Это было в 1946 году. Так вот, мы гордимся, что это дело мы продолжаем с гордостью, мы продолжаем качественно готовить студентов в области космонавтики, ракетно-космической техники, проводить научные совещания, научные семинары. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, что космонавтика сейчас переживает расцвет, расширение сферы деятельности. Сейчас мы уже понимаем, что без космоса Земля существовать не может, и космос перестал быть чем-то отдаленным, влекущим жителем Земли, а стал частью индустрии нашей планеты. Это и системы связи, системы наблюдения, лабораторные исследования, получение новых материалов, различные исследования. И космос является той сферой деятельности, где работает большое количество специалистов. Эта работа интересная, эта отрасль финансируется, отрасль развивается в России, в других странах, но не так много стран, которые могут гордиться и называть себя космическими державами. Достаточно полная космическая группировка спутников размещена в космосе только Соединенными Штатами и нашей страной. И мы гордимся, что вклад военмеха в эту сферу достаточно большой. Ну и третье, на что я хотел бы обратить внимание, что мы живем в то время, когда происходят различные изменения. Развитие техники, развитие новых технологий, глобализация, информационный, системный подход. То есть, когда все в жизни меняется. И в это время, обращаясь к молодежи, я хочу сказать, что вы должны быть современными. Конечно, надо ценить те традиции, которые были, помнить их, но смотреть нужно вперед. И понимать, что жизнь становится лучше, жизнь становится более сложной. И тот вектор изменений, который происходит, надо понимать. И вот эта конференция является хорошим мероприятием для отыскания талантов, для раскрытия. И я желаю молодежи верить в свои силы, искать новое и двигаться вперед. Потому что движение вперед – это жизнь. И в завершение я хочу сказать, что очень приятно, что эта конференция посвящена памяти выдающегося выпускника ВМЕХа Георгия Михайловича Кричко. Георгий Михайлович очень любил ВУЗ. Часто заезжал к нам, он всегда говорил хорошие слова молодежи и смотрел в будущее. И он действительно человек очень выдающийся. Он совершил много полетов, много таких необычных вещей в космосе, о которых он нам рассказывал. Но обращаю ваше внимание, особенно молодежи, на то, что он был доктор физма наук, что он автор открытий многих в космосе. И он не только был выдающийся летчик, но и выдающийся исследователь. И он также смотрел вперед, также смотрел на развитие науки правильно и понимал, что будущее – оно интересно. И я надеюсь, что эта конференция будет также знаком памяти и уважения Георгия Михайловича Кричко. Спасибо за внимание. Желаю удачи.